Мы сейчас продолжаем девятую главу книги Йошуа, глава очень специфическая, вся на обмане. И как мы должны относиться к обману, и как мы должны относиться к войне, которая называется Мельхемед Митсва, заповедная война. И что это такое, это вопросы, которые мы сейчас будем разбирать. Пришли евреи в Израиль, об этом уже говорили. Первый город, который они захватывают, Ярослав? Ерехо. Захватили Ерехо, долго захватывали? Саша, 7 дней, как захватывали, процесс быстро описали? 6 дней обходили один раз и трубили в конце. И шли, естественно, за ковчегом Завета. И мы сказали, что при таком количестве людей, это фактически город оказывался в кольце на момент обхода. И на седьмой день 7 раз прошли. И в конце 7-го затрубили не только Куаним, которые были рядом с ковчегом, а затрубил и закричал весь народ, и стены пали. То есть чудесным образом. Кто остался в живых из Ерехо? Дениска. Будущая жена. Рахав. И все ее семейство, которое спряталось за тот Хесед, который она сделала в свое время разведчиком. Ей возвращают и Хесед, и Эмед. Мы сказали правду, которую ей вернули, это то, что она осталась в живых. Хесед и ее родственников спасли. После этого на какой город нападают, Беня? Ай. Ай. Я понял. Больно? Очень получилось больно еврейскому народу. Почему еврейскому народу получилось больно на царе? В прошлом же сражении получилось и убежало. Внезапно неудача. Казалось бы, мелкий городишко, в котором всех жителей, мужчин, женщин, там сколько, 12 тысяч нам сказали в конце. И они рассчитывали, что смогут, их там трехтысячное войско придет и быстро там наведет порядок. В итоге поражение и погибший или погибшие. Примерно 36, это мы обсуждали, сейчас к этому возвращаться не буду. Делают шиву, находят того, кто подставил весь еврейский народ. Как его звали, Денис? Гады этого, как звали, который подставил весь еврейский народ, из-за которого было поражение? Ты не Денис. Беня. Сказанное, заберите его имя. Ахан. Единственное, что мы скажем заслугу Ахана, что в тот момент, когда уже по жребию выяснилось, что это он, он признается. Почему мне это было важно, Ярослав? Чтобы весь народ убедился, что действительно это он виноват. Что, 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 кошен, что он действительно показывает право справедливо. Мы сказали, что нам это было важно, чтобы понять, что когда что-то определяется жребием, это от Всевышнего. И что это не случайно нашли козла отпущения, а это действительно правда. Потому что какое-то сомнение оставалось. Но в тот момент, когда он признал и сказал, где находится, и что он спрятал, и принесли, то убедились, что то, что делали, ты прав, через Хошин определяли, какое колено, какая семья, и кто именно прокололся. Что это не случайность, как можно было бы подумать. И это очень важно было, потому что еще немножко, еще чуть-чуть, через жребие будет определять что, Денис? Что будет через жребие определять? Распределение земли для всех колен. И сейчас мы подошли к следующему пункту, 9 глава, и услышали цари, которые за Иорданом. И на горе, и в Низине, и на побережье Средиземного моря, вплоть до Ливана. И перечисляется, сколько народов жило там? 7. Сколько народов перечисляется? Я не понял, или у меня глюки, или у вас глюки. Вы не можете посчитать, сколько там народов перечисляется один за другим. Перескакивать даже не надо. У меня получается 6, мне одной руки не хватает. Как вы мне показываете 5, я не могу понять. Я в первом пункте 5. А я в каком? Восьмом? Я в первом. 5. Нашел? Глава 9, первый пункт. Но тут не указано на них. Как на них указано? Покажи. Это что он так опечатался? Покажи. Он выпустил, извини. На ивритии подсматривать тоже можно. Я понял, спор у нас. Потому что вы очень грамотный, на ивритии не подглядываете. А Равзеев здесь опечатался и проскочил к Наани. К Наани у нас тоже упоминается. 6 народов. Какой народ мне указан? Гиргаши. Мы уже упоминали. Куда делись гиргаши? В Африку. А? Карфаген. На тот момент Африка именно назывался район Карфагена. Карфаген называется? Да. Карфаген. Да. И здесь мы видим, что у нас есть народы. И все начинают думать, как же сражаться. И собрались все сражаться с Иоаншой, с Израилем. Единогласно. И тут третий пасук у нас, если вы обратите внимание, третий пасук это отдельная глава по еврейскому разделению. У вас буква П стоит? Покажи секундочку. Нет, нет. Книжку дай на секунду. Нет, у вас этого нет. Значит, хорошо, спасибо. Мы говорили с вами, что разбивка на абзацы еврейская, она имеет смысловую нагрузку. И в данном случае первые два пасука выделены отдельно. И начиная с третьего начинается новая глава. Именно про Гивон. Город такой, далеко отсюда? Совсем недалеко. Там. Буквально километров 15 туда. 10-15 километров отсюда. Есть у нас несколько городов, которые... Именно Гивон это не один город, это союз четырех городов, как мы сейчас увидим. Все равно? И гивонитяне, что они решили? В яасу гамгема бе орма. Орма это хитрость, можно перевести. Хотя арамейский перевод у нас переводит это... хукма. Или если мы посмотрим, у нас есть очень похожая недельную главу. Кто-нибудь с арамейскими читает перевод? Онкилуса. Недоросли еще. Обидно, засадно. У нас был один хив... Как ни странно, тоже хивиец, как и жители Гивона. Который в недельной главе у нас сейчас... Его убили. И написано, что по отношению к нему проявили именно... Бе урма. Бе урма. И переводится там в онкилусе хухмета. Тоже с мудростью. Или хитрость, мудрость здесь переводится очень похоже. Шхем. Он тоже был хивийцем. С этим? Поэтому здесь в какой-то степени евреям возвращается... Хитрость на хитрость. Цена? И что они сделали? Какие хитрости? Чтобы я не читал, вы мне вкратце рассказываете. Ярослав, какие хитрости они сделали? Каждый по одной хитрости называет. Одели изношенную одежду. Саша. Взяли продукты испорченные. Испорченный хлеб, который уже покрылся плесенью. Дальше. Денис. Прикинулись посланцами. Они были посланцами. Это не совсем прикинулись. Ты мог сказать, прикинулись посланцами издалека, но они именно с помощью хитрости. Что еще? Протертые бурдюки. Бурдюки, которые уже протертые, растрескавшиеся. Что еще? Обувь. Тоже протертая. Они говорят, мы вышли, взяли свежий хлеб, взяли новые бурдюки. В нормальной одежде, в нормальной обуви шли. Почему мы вышли? Что они услышали? Что они говорят? Что они услышали? Про что они услышали? Какие чудеса они перечисляют? Они перечисляют. Это второе. Они говорят, победил царей морейских за Иорданом. Что еще они говорят? Выход из Египта. Самые большие чудеса, которые были во времена выхода из Египта. И плюс к этому, они говорят про царей морейских. И они не говорят вообще про переход через Иордан. Они вообще не говорят про Ерехов. Почему? Ведь они говорят, что мы вышли уже давным-давно. Это нелогично будет, если они сейчас будут перечислять события, которые были неделю или две недели назад. Они говорят, что события, которые были годы назад или месяцы назад. И они сейчас говорят, мы хотим заключить шалом. И здесь есть очень интересный, важный момент. Прежде всего, мы сказали, что захват Израиля и уничтожение семи народов, это заповедь, это Тора. Заповедь из Торы. Заповедь Дорайта. Кого еще заповедь уничтожить? Есть заповедь уничтожить Амалека. Есть заповедь уничтожить семь народов. В чем разница между ними? Между ними есть очень большая разница. Амалек, хочешь не хочешь, а есть заповедь уничтожить. Он не живет, что он уничтожит. Не понял. Но народ Амалека не живет в земле Израиля. Это к земле Израиля не имеет отношения. Амалека, который ведет себя как Амалек, соответственно, мы должны уничтожить. Амалекитянин может пройти Геюр? Нет. Да, 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 может. И Маалекитянин вообще не может. Не написано, что... То есть, в принципе, мы должны его убить. Но, если он прошел Геюр, он стал уже вести себя как еврей, то это работает. Он не Амалек. Потому что Амалек – это более духовное понятие, хотя мы говорим здесь с точки зрения народа. Потому что народ, он является носителем идей. Если человек перестал себя уже ощущать частью народа, и он прошел Геюр, то мы его уже не относим к этому народу, он стал уже евреем. Но по поводу семи народов подход немножко другой. Когда у нас идет война, у нас есть книжка, которая называется «Мишне Тура». Последняя книга, книга судей, шестая глава. Здесь описывается порядок того, как производится война, и что перед этим предлагается. Прежде всего, с чего начинает эту главу Рамбам? Не начинает ни с кем войну, не предложив противнику мир. Как в разрешенной, так и в заповедной войне. Как сказано, когда приблизишься ты к городу, чтобы воевать, призови его к миру. Если противник пошел на мирное соглашение, принял семь заповедей Нооха, не убивает их. Это, в принципе, сказано про обычную войну, не заповедную. Заповедная, если мы говорим война с семью народами, то в обычной войне уничтожать нужно было только мужчин. В заповедной войне нужно уничтожать всех. Мужчин, женщин, детей, всех. Животных, это про Малеха написано, да. И если мы говорим про Израиль, то может в Израиле жить не еврей? Да. Каких? Раз, два, три. Которые приводит Рамбам. Один, это семь заповедей Нооха, однозначно. Но второе, это признавать главенство Играйя. Да, здесь написано немножко более жестким языком, хотя вы правы, это сегодня обычно так трактуют. Рабство. Авдуд. Рабы. Не имеется в виду, что они становятся рабами-рабами. Имеется в виду действительно то, что они признают господство евреев в земле Израиля. Цена? И третье, то что они платят налоги. Цена? Это три условия, которые приводят Рамбам. Но здесь я немножко перескочу в середину главы, потом вернемся. Когда Иошуа приходит, перед тем, как вступить в землю в Израиля, он пишет три послания. Какие три послания он пишет? Тот, кто хочет уйти, может уйти. Кто сделал это? Гиргаши. Они взяли, развернулись и ушли. Второе. Тот, кто хочет сдаться, может сдаться. Что значит сдаться? Эти три условия, про которые мы только что говорили. Первое, второе, третье. Еще раз повторите мне, Саш, младший. Ну, это платить налоги, признавать, признавать, что еврейский народ должен... Господство, господство еврейского народа в земле Израиля. Семь заповедей Ноуаха. Цена? Шаббат. Нет. Никакого шаббата. Никакого шаббата. Семь заповедей Ноуаха, признать господство еврейского народа и платить налоги. Это то, что они обязаны. И по большому счету, любой гой, который там находился на тот момент, у него была возможность... Гой в данном случае, извините, как переводится? Неправильно? Народ. Любой народ. Я сейчас это говорю не как персонифицированный конкретный человек, я это именно имею ввиду как города, как жители целого города и так далее. целые народы. Не один человек. Хотя, по идее, и один человек это мог сделать. Прийти и сказать, я принимаю заповедь. Семь заповедей Ноуаха. Я принимаю ваше господство. Что скажете, то будет. Кто приходит к еврейскому народу? Мы сказали, на первое письмо гиргаши уходят. На второе письмо не реагирует никто. И на третье письмо? Что третье? Тот, кто хочет воевать, пусть воюет. Может воевать. Что значит, может воевать? Если мы говорим по поводу заповедной войны, все погибнут. Все будут уничтожены. Все равно? Это правило. Здесь есть еще несколько лохот, но основные, которые были связаны с тем, что мы сейчас разбираем, мы сказали, и заключили они мир обманом. Причем сказано, что евреи говорят им, а может, мы не уверены, что с вами можно заключить, ведь мы не можем заключить. В Торе написано, что нельзя заключать мир с теми, кто находится. Нет, 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 мы пришли издалека. И буквально через три дня выясняется, что, от Ая до Гевона, извините, это километров тоже 15. Совсем ничего. Фактически, в тот момент, когда все народы, все начинают объединяться против евреев, выясняется, что чуть ли не самые ближайшие города, которые есть к Аю, они это хивийцы, которые заключили союз с евреями. И секундочку. Как эти города называются? Быстро перечислили мне четыре города. и в ответ тишина, что никто не может найти? Или вы решили, что на Осаре будет первым? Ярослав, какие четыре города? Книжки у вас открыты, что ты пожимаешь плечами, что память нехорошая? Гивон. Гивон. Гивон это первый, да. Акфера. Дальше. Байрот. Дальше. Кириат, Яри. Кириат, Яри. Семнадцатый пасук, у вас все четыре, они спокойно приводятся один за другим, не нужно гадать, не нужно никуда бегать. Правильно? Просто нужно было долиснуть до нужной странички и спокойно их прочитать. У нас и сегодня есть город, который называется Гивон, Ахадаша, Новый Гивон. Есть поселение, которое называется Кириат, Яри. И они находятся плюс-минус почти на тех же самых местах, с отклонением несколько километров, на тех же самых местах. Совсем здесь рядом. Евреи их уничтожают? Должны были или нет? Как вы думаете? По какой идее? Всем народу. Но ведь они поклялись их не трогать. Клятва именем Всевышнего. Да, все. Почему они могут или не могут? Все или нет. после клятвы, да? По идее, да. Потому что клятва была построена на обмане. Так клятва построена на обмане. И поэтому по идее она не должна иметь законной силы. Они это делают не потому, что клятва имеет законную силу, а потому, что со стороны это будет осквернением имени Всевышнего. Хилу Гляшем. Потому что люди, которые не знают законов, скажут, поклялись и кинули. Они не будут вдаваться в подробности, что первыми кинули гивонитяне, жители Гивона. Они не будут в это вдаваться. Они скажут, евреи поклялись, поклялись. поэтому здесь подходят именно с точки зрения, если мы сейчас мы не сделаем, то но Йошо делает трюк. Какой трюк делает Йошо? Саш, младший. Ты не дочитал еще главу? Саш. Делают их рабами, черпавчиками, молодые, дровосеками для нужд храма в будущем. Они становятся фактически храмовыми рабами. Я специально подчеркиваю храмовыми. Они не становятся рабами евреев. Ведь по большому счету жители Гивона сказано, что в итоге они проходят Гиюр. Не семь заповедей новых, они принимают на себя все заповеди. Но они пришли через обман. И когда Йошо говорит, я вас буду строить так-то и так-то, они говорят, что скажут, что мы примем. Мы понимаем, что мы виноваты. Почему они это сделали? Не могли вовремя, когда им прислали письмо, ответить? На тот момент они еще не созрели. А после того, как были захвачены Ерехо, Ай, они поняли, что поздно пить боржоми. И решили сделать ход конем, который их в какой-то степени спас. Но с другой стороны платить за это они должны были не только они, а все их поколения должны платить тем, что они будут храмовыми рабами, то есть водоносами, воду, деревья, рубить дрова и так далее. Это то, что они получают в награду за свою ложь. Но тем не менее, жизнь они себе спасли. И более того, сказано про них, что вы прокляты. то, что говорит Иошуа в 23 посылке и сейчас прокляты вы и не передведутся у вас раб и носильщик воды и рубящий дрова для Дома Всевышнего. И в принципе на этом глава по большому счету у нас заканчивается. так как и в 27 посылке когда у нас подводится итог главы сказано, что и поставил их Иошуа в этот день дровосеками и носильщиками и водоносами для общества и для жертвенника Всевышнего на веки вечные. Я хочу мы в принципе у нас время закончилось, но я вернусь на секунду назад. Раш у нас здесь приводит очень интересный пример грамматики. В каком посылке сейчас скажу? В четвертом посылке, хотя это правило здесь у нас используется несколько раз в главе, у нас есть слово в и сделали они тоже хитростью или мудростью и пошли и начали прикидываться, замаскировались. Это слово рисовать. Но здесь сделано это в форме и грамматику грамматику ле гитста э ле ста е ле 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 ста э ле ста е это ци ю это не цар и мы видим, что цадик, если у меня есть корневой в гитпоэле, он у меня ставом меняется местами, плюс став у меня превращается в тет. Это правило, которое приводят здесь Раши. И Раши, и Мальбим, и многие другие, и Митсуда иногда, и Радак иногда. Если вы смотрите в комментарии, то на самом деле большая часть правил иврита, с которым мы знаем, их очень легко можно нацедить из комментариев, которые у нас написаны в Торе, потому что Тора рассматривает не только духовный аспект, а и то, как мы это с точки зрения логической используем в языке. Потому что язык является тоже логическим построением и несет свою смысловую нагрузку. На этом мы сегодня завершаем.